друзья всем привет прошло уже полтора года с момента покупки берсов и начала использования как гражданской обуви на холодный сезон в том числе зимой так и мотообуви поэтому можно подвести промежуточные итоги использования результат отличный вот какими берсы были тогда и вот какими они стали сейчас кожа как внутри так и снаружи первоначальный вид не потеряла форму принятую после разноски также не потеряла порезов от слоений разошедшихся швов на берцах нет следов от использования лапки переключения передач тоже в принципе незаметно единственное замечание пришлось заменить шнурки так как они полностью кончились за год хочу уточнить что перед началом использования несколько раз обработал кожу обычным касторовым маслом вот таким она делает кожу более мягкой и менее водонепроницаемый а в момент разноски позволяет берсу точно принять форму ноги ну также версия всегда держу чистыми обрабатываю их средством от воды типа вот такого ну и губками до бесцветного вы все это продляет в итоге жизни кожаные обуви поезде в берсе на мотоцикле да нормально все ноги на подножках не скользят на асфальте подошву не скользит лапку переключать нормально педаль тормоза чувствуется хорошо несмотря на монументальность данного данного изделия поэтому для условий в которых я использую берцы то есть городской езды по плохим дорогам неторопливых трассовых прогулок езде по грунтовкам полям и легкому бездору с попаданием в лужи и грязь при температурах от плюс 5 до плюс 30 градусов я эти берсы рекомендую дальше будет видео снятое сразу после покупки было у меня два момента по тюнингу берсов первое это изготовление защиты для лодыжек по такому вот формату с использованием вот такого материала дополнительно для смягчения ударов единственное чего не хватает этим берцам для того чтобы стать мотоботами это реально защита лодыжек то есть не тут не тут мы ничего не видим поэтому я эти берцы пока еще не надевал и прежде чем начинать разношивать я все-таки думаю дополнительно здесь сделать здесь сделать вот такой вот скажем так на шлепочку из двух слоев кожи с мягкой вставкой внутри и вот это нашить вот так и вот так а потом уже разношивать потому что когда я разношу первые берцы свои здесь у меня все-таки образовался такой скажем так загибчик куда лодыжка очень хорошо ложилась то есть у него был дополнительный скажем так изгиб упрочняющий а если я сейчас нашли вот эту на шлепку и буду размаживать уже вместе с ней то я думаю она вообще идеально ляжет и с обеих сторон лодыжки будут защищены но ничего не получилось так как ни одна мастерская у меня по ремонту обуви за такой проект не взялась и второе что я хотел это купить накладку для переключения передач вот такую с алиэкспресса и снова ничего не вышло китайской накладкой для лапки переключения передач ничего не получилось во первых она была на резиночке вот здесь совершенно не держалась кое-как я присобачивал на проволоку получилось слишком толстая некрасиво и переключать вообще не удобно короче я эту ерунду сниму и оставлю как есть как-то так но от идеи тюнинга я все равно не отказался сделал три вещи первое это интегрировал родные стельки фарадея свои ортопедические так как берцы 1 которая купил были мне маловаты а эти 2 великоваты с таким тюнингом стопа села получше выглядит это как-то как-то так то есть стельки эти никуда не двигаются то сидят хорошо но я их нашу замечательно второе для ношения в зимнее время резиновая подошва все-таки скользкая поэтому я пошел самым простым и надежным путем вкрутил в подошву маленькие шурупы вот так вот это выглядит и снизил вот этим простым способом скольжение на льду в разы ну и третье добавил наклейку гаерн на подошву это же мотобота теперь немного о том как я ношу берцы шнурки я завязываю вот таким способом посмотрим на ю тубе то есть тут я все затянул делаю вот так потом делаю такой вот небольшой кружочек так он выглядит один конец шнурка заношу с этой стороны второй конец шнурка заношу с этой стороны и вот так затягиваем и получается такой узел который и не развязывается и конце шнурков я прячу отсюда верить сверху чтобы он не мог не за что зацепиться изумительные надежные системы вот так это получается для езды куда в летнюю теплую погоду а для езды в более холодную погоду я использую другой способ я надеваю поверх еще и гольфы вот такие вот длинные гольфы они же мужские термо носки вот кстати как легко верить снимается с ноги при наличии петель сделать вот так раз 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 вот и все снялся вот таким вот образом все это получается то есть надеваем так зажимовываем ся заправляем концы шнурков дальше делаем на половинку загнули и обе половинки также со следующим подгибаем вот так и подгибаем вот так вот так в итоге берц смотрится на ноге то есть получается такой непромокаемая система и этот подворот он делает штаны выше и этот подворот фиксированный вот так это все сидит а вот так берцы выглядит с моими летними штанами и надетыми наколенниками наколенники кончаются примерно вот здесь здесь начинаются берцы выглядит это все вот так вот так вот так вот так вот так по мне так берцы не только удобно для езды на мотоцикле но и мне очень нравится такой military style плюс это очень практично удобно и в том числе как я говорю для езды на мотоцикле так что берцы faraday 443 я всем рекомендую для использования вместо мотобот при низком бюджете заключение еще хочу сказать про сутствие замка на молнии да ребята без нее надевание берсов процесс более долгий и утомительный но к сожалению за полтора года я так и не смог найти прочных герметичных берсов с таким же уровнем защиты как и у моих но чтобы еще и замок на молнии был к тому же faraday 443 берцы армейские уставные и их можно купить с рук у вояк гораздо дешевле цены производителя а вот берцы с молнией это уже не армейский поэтому покупать их придется в магазине по цене гораздо дороже так что радуюсь тому что имею спасибо за внимание всем пока отдельное спасибо монтажеру и видео оператору мы конечно пока еще криворукие криволапые я бы сказал но команда работает над повышением своих профессиональных умений все всем пока а